Добрый день! Добрый день! Аксилот ТМС, управление транспортом и перевозками, это уже наша третья редакция системы, которая выбрала в себя лучшие практики за все время. Проанализировав потребности рынка, мы пришли к выводу, что конечным потребителям необходим комплексный подход для решения вопросов по транспортной логистике. Наши клиенты – это не только небольшие перевозчики или торговые компании, но и достаточно крупные транспортно-экспедиционные компании, производственные и торговые компании, которым нужен весь спектр услуг по транспортной логистике и обслуживанию собственного парка. С помощью нашей системы они решают как точечные задачи, так и осуществляют комплексный подход по учету транспортных средств и управлению перевозками. Системы К сожалению, нет единого центра учета и консолидации затрат. В итоге, для ведения транспортной деятельности необходим зоопарк различных систем. Мы же в свою очередь предлагаем комплексное решение, которое включает в себя все необходимое для управления транспортом и перевозками. Это и планирование маршрутов, и управление собственным парком, тарификация перевозок, спутниковый мониторинг и мобильный клиент для водителей, учет и консолидация затрат, различная аналитическая отчетность. Давайте сейчас рассмотрим функциональные блоки системы. Глобальная система состоит из трех модулей. Это модуль управления перевозками, предназначен для учета заявок на перевозку, для планирования маршрутов, учета тарифной политики. Модуль учета собственного транспорта включает в себя все необходимое для управления собственным автопарком. Модуль спутникового мониторинга предназначен для учета местоположения транспортных средств и учета событий под данным трекеров. В модуль спутникового мониторинга у нас входит нативное приложение для водителей на базе Android. Для двустороннего общения между диспетчером и водителем. Приобретать и внедрять продукт можно комплексно задействовав все модули, а также можно использовать отдельно каждый модуль. В типовых решениях от 1С Управления торговли ERP и УПП есть базисный функционал по доставке грузов, который, к сожалению, не позволяет решить задачи маршрутизации, прозрачности учета всей цепочки поставки, рассчитать рентабельность всех звеньев перевозки и заказа на доставку. Все эти задачи можно решить путем интеграции типовых конфигураций с нашим отраслевым продуктом Axelot TMS Управления транспортом и перевозками. Мы реализовали обмены по веб-сервисам с типовыми продуктами 1С Управления торговлей, 1С ERP, 1С УПП для получения заявок на перевозку и с 1С Бухгалтерией для выгрузки данных по выставлению счетов и ведению бухгалтерского учета. При работе в нашей системе используются внешние сервисы. Это геоинформационные сервисы, наши карты Axelot Maps, картография от наших партнеров, CityGit, Яндекс и Google. А также может быть использован открытый софт, это карты OpenStreetMap. Для работы модуля спутникового мониторинга необходимо получать данные от трекеров, установленных на транспортные средства. Мы работаем с сервисами, которые предоставляют нам данные через открытые протоколы. Среди них Автограф, Omnicom, Violon, Scout и ключевой наш партнер – компания iTop. Для связи между водителем и диспетчером мы используем нативное приложение на базе Android, разработанное компанией Axelot, которое позволяет осуществлять двустороннюю связь между водителем и диспетчером. Коллеги, давайте посмотрим краткий обзор функциональных возможностей системы Axelot TMS, управления транспортом и перевозками. Полный обзор функциональных возможностей нашего продукта вы сможете посмотреть на нашем канале YouTube. Итак, как я сказал ранее, наша система состоит из трех модулей. Это модуль управления перевозками, который включает в себя весь необходимый функционал по управлению заявками по планированию исполнения рейсов. Это модуль управления транспортом, который включает в себя все необходимое для управления собственным автопарком. Это модуль спутникового мониторинга, который включен у нас в раздел «Исполнение рейсов». Работа в системе начинается с получения заявки на перевозку груза. То есть это потребность клиента в перевозке груза из точки А в точку Б. Соответственно, в заявке на перевозку груза хранится вся необходимая информация по доставке груза. Это и маршрут следования, это информация о грузовых местах и товарном составе, это дополнительные операции, которые необходимо выполнить водителю в точках погрузки или разгрузки, это плановые доходы, которые рассчитываются автоматически по занесенным тарифным сеткам в систему. При необходимости это и инкассация, то есть это плановые суммы инкассации, денежные средства, учет денежных средств. Заявка на перевозку груза может осуществляться как простые маршруты отображать, то есть это один адрес отправленный, один адрес получения, так и может использоваться мультимодальные схемы перевозок. В данном случае, для примера, это перевозка через региональный склад в Калуге. Соответственно, на основании цепи поставок в системе создается задание на перевозку, это уже конкретные задания для логистов, то есть это подтверждение логистам заявки для принятия ее в работу. Все задания на перевозку попадают в основное рабочее место логиста, это рабочее место планирования рейсов. Данное рабочее место состоит из следующих модулей, это карта, на которой отображены все задания на перевозку. Слева мы видим информацию более подробную по каждому заданию. Справа мы видим список автотранспортных средств, на которые можно вести планирование. А также ряд ограничений отборов настроек, которые позволяют отображать задания на карте. Задание логист может выбирать либо задание на карте вручную и перемещать необходимые задания в выбранные транспортные средства. Это ручное планирование. Есть в системе возможность автоматического планирования. Для автоматического планирования необходимо выставить ряд ограничений, которые будут участвовать при автоматическом планировании маршрутов. После задания этих ограничений система автоматически распределит заданные заявки по тем транспортным средствам, которые нам доступны. То есть система решает задачу маршрутизации транспорта, старается задействовать наименьшее количество транспорта для развоза наибольшего количества точек доставки. Как мы с вами видим, получились сформированные маршруты. Маршруты достаточно интерактивные, можно более подробно посмотреть каждый из маршрутов, выделив его на карте, отобразить или убрать этот маршрут. Следующим этапом для планирования рейсов является назначение на транспортные средства конкретных водителей и транспортные средства. Для этого предусмотрено отдельное рабочее место назначения транспортных средств на рейсы, где логист может подобрать на ранее спланированные маршруты транспортные средства. Здесь же у него отображается сразу стоимость данной перевозки, состояние транспортных средств. В данном рабочем месте назначение транспортных средств и водителей может производиться как в автоматическом режиме, задействовав определенные отборы и приоритеты распределения, так и в ручном режиме может назначаться. Еще одним немаловажным фактором является то, что можно в данном рабочем месте разыграть тендер среди сторонних перевозчиков. Выполнив запрос перевозчику, отправив ему свое предложение, автоматически сформируются тарифы, которые заложены в тарифные сетки в нашу систему. Далее отправляется предложение перевозчику. Перевозчик в своем личном кабинете видит полученные заявки на перевозку груза и может выставить свое предложение. Все предложения аккумулируются у логиста в данном рабочем месте на вкладке «Тендеры». Логист более подробно видит всю эту информацию и может подтвердить или отклонить какое-либо из предложений перевозчика. После того, как мы назначили транспортные средства на рейс, необходимо выдать сопроводительную документацию в рейсе. У нас представлена вся необходимая документация, которая потребуется для исполнения рейсов. Вы ее можете видеть на экране. После того, как мы спланировали маршруты, назначили транспортные средства, следующим этапом является контроль и исполнение рейсов. Для этого в системе предусмотрено отдельное рабочее место по контролю и исполнению рейсов, где логист может осуществлять полный спектр слеживания рейса по точкам, видеть маршрут следования на карте, видеть общую информацию по всем рейсам планировщиков, то есть вести полный обзор и контроль по рейсу. Причем контроль рейса и исполнения его может осуществляться несколькими способами. Это может осуществляться вручную логистом, проставлением времени и проблем на точках. Это может осуществляться при помощи системы спутникового мониторинга. По событиям мониторинга мы можем создавать прохождение точек. И самым оптимальным вариантом является использование мобильного приложения на базе Android, где водитель и диспетчер общаются с двусторонним обменем в онлайн-режиме. В следующем хотелось бы рассмотреть блок по управлению собственным парком и учету горюче-смазочных материалов. Данный модуль включает в себя всю необходимую информацию по учету и управлению собственным автопарком. Здесь достаточно полный функционал, в который мы привнесли несколько интересных моментов, несколько фишек. Это, например, рабочее место планирования ремонтов, где отображаются более подробно спланированные ремонты. И механик гаража может увидеть в режиме реального времени, какие места ремонта у него заняты, распределить еще нераспределенные ремонты, посмотреть завершенные ремонты и какие-то ремонты, которые еще или только спланированы. Также это удобное рабочее место по управлению ремонтами, в котором представлена информация по техническому обслуживанию парка. То есть здесь достаточно удобно и оперативно видим прогнозируемую дату технического обслуживания, какой остался пробег у текущего транспортного средства пиктограммками, посвящивается необходимость прохождения ТО того или иного транспортного средства. Также в данном модуле представлен оптимальный учет типов документов транспортных средств и водителей. Здесь мы заносим типы транспортных средств, в которых отображаем более подробную информацию о, на кого выдается данные документы, срок действия данных документов, а также предупреждение об окончании срока действия документов. И опять-таки удобный функционал, интуитивно понятный, то есть все документы с определенными пиктограммками по заданным характеристикам отображаются информацией в общем списке и также приходит напоминание ключевым пользователям. Есть возможность создать продление документов транспортных средств водителей, то есть поставить ответственному пользователю задачу и проконтролировать ее исполнение. Одним из интересных моментов в нашем модуле по управлению транспортом это есть учет происшествий в пути, штрафы и служебные расследования. То есть мы можем фиксировать ДТП, которые произошли в пути на предприятии, то есть мы можем указать, какие произошелось происшествие, какие сотрудники и участники в этом участвовали при совершении ДТП, а также на основании ДТП создать служебное расследование, в котором будет указано ответственные лица, нанесенный ущерб, сумму нанесенного ущерба, из кого эту сумму нанесенного ущерба мы будем взыскивать. Либо же это со страховой компанией, либо же это с ответственного сотрудника. Аналогичный функционал есть по учету штрафов, То есть мы можем зафиксировать штрафы, которые приносят нам водители. Понятно, что все штрафы определяются на юрлицо, на компанию, и встает оброченно такая задача, что необходимо понять, к какому рейсу этот штраф относится, разобраться в этом штрафе и при необходимости взыскать определенную сумму с водителя. Соответственно, наша система позволяет решить данную задачу. На основании штрафа, занесенных в систему, можно создать опять-таки служебное расследование, в котором будут указаны ответственные лица и размер штрафа, который должен заплатить водитель предприятию. Добрый день, коллеги. Меня зовут Дмитрий Кулешов. Я администрирую партнерскую программу компании «Аксилот» по программному продукту ТМС управления транспортной логистикой и перевозками. Собственно, вот мы подошли к основной части, ради которой мы вас собрали, к презентации партнерской программы. Сразу скажу, что презентация самого продукта здесь у нас была достаточно короткой, чтобы быстренько вам показать, что это за продукт. А хочу сказать, что на нашем YouTube-канале у нас есть совершенно такие замечательные большие показы длиною в час, где подробно демонстрируются возможности каждого модуля. Подробно там можно посмотреть, как заполняются справочники, как заполняются документы, как делаются расчеты. Также рекомендую это на нашем официальном YouTube-канале «Аксилота». Есть прям вот любой, берете последний вебинар, он длится там, по-моему, что-то в районе полутора часов, если я не ошибаюсь. Где-то полчаса презентация идет и час идет демонстрация. Теперь о партнерской программе. Что мы имеем вам предложить, что мы хотим получить взамен. Мы ищем партнеров. Партнеры нам нужны по принципу самых лучших. То есть нам нужны готовые работать партнеры. Лучше, меньше, но лучше, как говорится. То есть мы не ставим цель набить количеством, мы ставим цель, что называется, поднять продажи и дать рынку лучший продукт. А с нашей стороны мы вкладываем в наше партнерство, я могу сказать, что это, наверное, один из лучших, если не лучший продукт для отрасли, по крайней мере, из российских разработок. То, что сейчас можно внедрять на рынке продукт в высокой степени готовности. Конечно же, для крупных заказчиков, скорее всего, доработки потребуются, но малый и средний бизнес, SMB, так называемый, может его внедрять практически из коробки. С вашей стороны мы ожидаем постоянную практику по этому продукту. Чуть позже еще скажу, что мы рады всем, но наш интерес именно такие партнеры, которые готовы у себя организовать на постоянной основе. Но если не отдел, то хотя бы практикой это называют один или два человека, которые в режиме высокой готовности готовы работать с этим продуктом. Это специалист-консультант, который хорошо изучит продукт, хорошо изучит отрасль, сможет разговаривать с заказчиками на одном языке и сможет ему быстро предлагать продавать продукт, устанавливать его, настраивать, внедрять, запускать промышленную эксплуатацию и оказывать услуги по дальнейшему сопровождению. И специалист по продажам, менеджер по продажам, который, опять же, хорошо разбирается в линейке продуктов, умеет продавать, умеет выслушивать клиента, выслушивать его потребности и грамотно аргументировать, что именно наш продукт – это то, что ему надо. Кого мы приглашаем к сотрудничеству, кто хочет стать партнером? Ну, разумеется, системный интегратор, причем совершенно не обязательно, чтобы это были 1С-франчайзи. Это не так называемый франчайзинговый ассортимент, мы не вкладываем платформу, платформа приобретается отдельно, то есть у нас только конфигурация и документация по ней, соответственно, если вы какой-то мультивендорный интегратор и по каким-то причинам франчайзингового договора с фирмой 1С у вас нету, но это не проблема на самом деле. Мы готовы вас видеть среди наших партнеров, так как знаем, что вы тоже в состоянии оказывать качественные услуги клиентам. Консалтинговые компании, консалтеры, кто работает как на рынке именно отраслевых профессиональных консультаций по логистике, так и на рынке айтишных консультаций. Айти-консалтеры тоже welcome, мы вам будем рады, приходите, давайте сотрудничать. Аутсорсеры, кто предоставляет своих сотрудников для решения каких-то айтишных задач у клиентов, если у вашего клиента есть потребность в автоматизации транспортной логистики, мы готовы предложить вам наш продукт и готовы предложить вам сотрудничество к нашему продукту. Мы даже готовы и рады видеть фрилансеров. То есть, если у вас вообще нет ничего, ну или ИП, или вы работаете вообще как физическое лицо и имеете выход на клиента, который тоже заинтересован в этом продукте, у нас для вас тоже есть агентская схема. Добро пожаловать, мы найдем с вами общий язык. То, о чем я говорил, то есть мы предлагаем два уровня сотрудничества. Первый уровень, в котором мы наиболее заинтересованы, это уровень постоянного партнера. Здесь мы предлагаем на лицензиях маржинальность 50% от стоимости, от рекомендованной розничной стоимости. Мы по этой схеме работаем через сублицензионный договор, то есть вам мы предоставляем специальную сублицензию, по которой вы можете перепродавать ее вашим конечным пользователям и получать за нее авторское вознаграждение. Ну и, соответственно, нашу часть выплачивать нам за продукт, наше авторское вознаграждение. Мы будем рекламировать таких партнеров на наших мероприятиях и на нашем сайте. Особенно это интересно будет региональным партнерам, потому что компания Axiote будет при обращении клиента из регионов. Если у нас есть в этом регионе постоянный партнер, мы будем рекомендовать клиенту работать именно с этим партнером. Но, опять же, забегая вперед, не стоит этим злоупотреблять. То есть если вы в регионе работаете, а из этого региона все равно все обращения идут к нам, ну это будет повод для разбирательства. То есть здесь мы ожидаем от партнеров не только готовности, но и действий. То есть мы ожидаем, что партнер в своем регионе, по крайней мере, будет продвигать этот продукт и сделает так, что клиенты из этого региона будут его узнать, любить и уважать, и будут именно к нему обращаться за решением своих задач по автоматизации логистики. По партнерам мы предлагаем еще такую важную опцию, как защита инвестиций в партнерство. То есть если в регионе уже есть постоянный партнер, то по этому региону мы будем сдерживать наши партнерские амбиции. То есть если партнер справляется со своими задачами в своем регионе, и, ну то есть это небольшой регион, там ни Москва, ни Санкт-Петербург, то мы не будем в этом регионе дальше наращивать мощность своей вот именно партнерской сети по постоянным партнерам. Ну и всячески будем содействовать там таким вещам, как защита сделки, чтобы какой-то случайный агент не порушил ваши выстраиваемые отношения с клиентом. Понятно, что цикл продажи у этого продукта гораздо больше, чем у ДНС-бухгалтерии или даже у ДНС-управления торговлей. Что он не продается ни за день, ни за два, ни за неделю. Что у мастеров продаж на то, чтобы продать клиенту, уходит там в лучшем случае месяц. Это несколько встреч с клиентами, там может быть пять встреч, может быть девять встреч, чтобы клиент принял решение о том, что да, мы покупаем этот продукт. У, скажем так, тех, кто только-только будет начинать работать с этой отраслью, может уходить и значительно больше времени. Рынок высококонкурентный и конкуренция здесь в основном идет. Ну, есть конкуренция и среди 1С-ских продуктов, но есть и конкуренция среди, что называется, всех. И отечественных разработчиков НИН-1С, и мировых разработчиков, естественно, НИН-1С. Поэтому клиент выбирает, клиент ходит, смотрит. Здесь даже не вопрос цены, но там со своей стороны от типичных таких проблем в сети 1С-франчайзинга с уводом клиента мы будем стараться наших постоянных партнеров защищать. И еще одна такая очень важная составляющая – это агентская работа. Что это такое? Это разовые сделки. Все мы 1С-франчайзи, все мы знаем, как это бывает. Обращается клиент к вам, к которому вы когда-то что-то сделали, и он находится у вас, например, на подписке 1С-АТС. И говорит, а вот отгрузите мне, пожалуйста, такой продукт. И партнер начинает лихорадочно обращаться, писать, звонить во все инстанции для того, чтобы этот продукт продать. Ну, наверное, знакомая ситуация. Сталкивались с отраслевыми решениями, кто работает. Звонки фирмы 1С, звонки к разработчику. А вот что, как там. Все такое. Окей, у нас для вас есть совершенно отличная вещь – агентская схема. По этой схеме мы можем продать вам продукт за один день. Вот вы сегодня обратились, мы договор подписали и тут же выставили счет. Дальше после этого провели агентский взаиморасчет. То есть клиент от вас никуда не убежит, у нас электронные поставки, коробку никуда везти не надо. Получаете тут же, после оплаты получаете тут же доступ на портал технической поддержки и получаете код активации программного продукта. Все, программа доставлена. Дальше закрывающие документы, мы можем их там сколько угодно долго пересылать друг другу по почте России. Но самое главное, что клиент остался доволен, клиент получил продукт. В агентской схеме до юра продажи идут от нас. То есть здесь агенту нужно все-таки раскрыть нам карточку контрагента, для того, чтобы мы выставили его счет. Мы не заинтересованы заниматься внедрежемой у этого клиента. Мы наоборот, мы хотим, чтобы вы этим занимались и мы будем там всячески содействовать росту ваших компетенций, чтобы вы становились продвинутыми интеграторами по решениям транспортной логистики. Клиент оплачивает счет нам, как только он оплачивает, мы тут же передаем вам, не клиенту напрямую, а вам мы передаем электронную поставку, для того, чтобы вы ее установили у клиента. И после того, как мы получаем закрывающие документы по этой сделке, вы получаете свое агентское вознаграждение. Агентское вознаграждение зависит от объема продаж, от 15 до 40%. 15% дается для первой разовой продажи, если она не дотягивает до версии стандарта, которая в рекомендованных розничных ценах у нас составляет 150 тысяч. То есть если вы покупаете неполный набор модулей, то это будет 15%. Если вы покупаете полный набор модулей в первый раз, то есть стоимость закупки равняется стоимости версии стандарта, плюс там, или не плюс, не важно, дополнительные лицензии, вы получаете 30% от рекомендованной розничной цены, как агентское вознаграждение. И на последующие продажи вы уже получаете 40% агентского вознаграждения. Что нужно для того, чтобы стать партнером? У нас, как в бойцовском клубе, всего два правила. Первое правило – предлагайте целевым клиентам наш продукт. То есть видеть целевого клиента, у него есть перевозки, у него есть транспортная логистика, неважно, это либо это логистическая компания, которая работает на этом рынке, либо это торговая, либо производственная компания, которая что-то возит своим транспортом, а еще лучше, если она возит наемным транспортом, для этого этот продукт еще больше подходит, предлагайте. И второе правило – продавайте. Остальное – это уже детали, о которых мы с вами всегда можем договориться. Мы достаточно гибкие. У нас нет железобетонных таких регламентов, по которым мы живем и которые мы придерживаемся. Наша цель – это удовлетворение спроса клиентов, вот так скажем. То есть у клиента есть потребности, у клиента есть требования, мы их будем удовлетворять. Ну вот немножечко по опыту взаимодействия с потенциальными партнерами и уже с теми, кто стал нашими партнерами с момента старта партнерской программы в ноябре. Я вот расскажу по такой схемке. Здесь в левом верхнем углу, зеленым выделено, это самая идеальная для нас ситуация. Когда есть партнер с отраслевыми компетенциями, и у этого партнера есть на примете уже какой-то клиент, который входит в его воронку продаж или уже успешно продвигается по этой воронке продаж к сделке. Что нужно здесь сделать? Нужно обратиться к нам, мы с вами будем заключать сублицензионный договор. Как только ваш клиент созреет, мы ему тут же сделаем поставочку электронную. Вам, как нашему партнеру, нужно будет приобрести инферверсию. Это нужно и для того, чтобы вы обучали своих специалистов, и для того, чтобы вы могли качественно заниматься сопровождением для ваших клиентов. Готовите специалистов. У нас есть видеокурсы. Вячеслав, мы их что-нибудь опубликовали? Да, мы их сейчас как раз публикуем. Они будут в открытом доступе. Ну, такой он, условно открытый. То есть мы их нигде особо продвигать не будем, но у партнеров будет на них ссылка. То есть там ничего зашифрованного не будет, ничего не будет привязываться, как делается привязка видео к оборудованию. Ну, просто вот такие будут ссылочки, по которым будут выложены наши учебные материалы. Опять же, там никаких ограничений по их распространению нет. Просто имейте в виду, что клиентам это неинтересно. Это партнерские материалы для того, чтобы вы с этим работали. Размещайте информацию. Ну, как минимум у себя на сайте размещайте информацию о том, что вы оказываете полный комплекс услуг по данному отраслевому направлению на вот этом программном продукте. И как только вы обозначите свои отраслевые компетенции для рынка, ну, как минимум на сайте, на своем об этом скажете, мы с вами готовы заключить партнерский договор, по которому вы получаете вот все то, что я чуть ранее рассказывал о работе именно с постоянным партнером. Вот это то, что я сказал, ситуация идеальная для вас, для нас. Другая ситуация, когда она более интересна нам, но мы понимаем, что вы как партнеры вряд ли к этому придете сами, это когда у вас отраслевые компетенции есть, а вот клиента на примете нету. Ну, казалось бы, мотивации нет и ничего делать не надо. Но все-таки рынок штука такая, особенно сейчас, что лучше иметь компетенции и иметь деловые связи для того, чтобы максимально быстро удовлетворить входящий спрос. У вас есть опыт работы с отраслью, с транспортной логистикой, но вот сейчас там в воронке продаж никого нет. Отлично, готовьте сани летом, а телегу зимой. Приобретайте у нас инфра-версию, готовьте специалистов, размещайте информацию у себя на сайте, заключайте с нами партнерский договор, получайте сублицензионный договор, и первого же вошедшего к вам клиента вы готовы будете встретить с распростертыми объятиями и по максимуму удовлетворить все его потребности. Это то, что касается партнерской модели. То, что теперь касается агентской модели. Агенты, как я сказал, они, как правило, не специализируются именно на отрасли транспортной логистики. Мы их видим как фирмы-франчайзи, которые не готовы обучать и выделять специалистов. Мы их видим как консультантов и фрилансеров, для которых это не основной бизнес. Ну и аутсорсеров, естественно. Что здесь есть? То есть, когда у вас нарисовался какой-то клиент на подходе, который заинтересовался нашим продуктом, ну, будем честными друг перед другом, агент не будет предлагать именно наш продукт, агент каким-то образом получает уже лидо, ну, входящее обращение клиента потенциального уже с запросом на наш продукт. Такое бывает. Мы активно вкладываемся в рекламу на федеральном уровне, поэтому у нас уже узнаваемый бренд и у нас уже известный продукт. Поэтому это будет, мы этому рады и мы готовы сотрудничать со всеми. Запрашивайте агентские условия. Делается очень просто. Пишите на электронный адрес партнерс собачка. И там в течение дня вы получаете ответ. Есть еще мои там координаты, мой телефон, мой скайп. Я их тоже ни от кого не прячу. Звоните, спрашивайте. Все мы ответим, всех обслужим. Если агентские условия вас устраивают, мы заключаем агентский договор. Если не устраивают, мы проводим переговоры и находим компромисс. По агентскому договору проходит поставка клиенту. После закрывающих документов получаете агентское вознаграждение. Все, все довольны. Рекомендуется, но не обязательно приобретение инферверсии. Другая ситуация, она больше, конечно, похожа на фантастику, но все-таки, когда нет ниотраслевых компетенций и нет потенциального клиента. Кстати, она вполне возможна. Это ситуация для фрилансеров, которые просто хотят прокачаться именно в этой отрасли. Опять же, это очень приветствуется. То есть, если вы работаете индивидуально, то знать один из лучших отраслевых продуктов – это очень полезно. Рекомендуется приобрести инферверсию, а когда у вас появляется клиент, уже запрашивайте агентские условия. Но наиболее вероятная схема, то есть, если вы в этом заинтересованы и замотивированы, когда вы изучаете инферверсию, у вас отраслевые компетенции появляются. То есть, вы уже знаете продукт, и вы уже можете сразу стать постоянным партнером. Вот такая вот матрица принятия решения. Мы вкратце по ней пробежались. Что еще важно сказать? Важно еще сказать об ограничениях партнерской программы. Что входит, что не входит. Вот то, что еще принято считать агентской схемой, мы у себя это для разграничения понятий называем посредничество. Это передача в Axelot контакта потенциального клиента, так называемый лид. Обращается какой-то партнер, там неважно франчайзи, не франчайзи, говорит, вот у меня есть ссылка на контакт, проведите ему, пожалуйста, демонстрацию, пресейл, продажу и так далее. Это не партнерская модель. Это, в общем-то, к отделу продаж. Потому что здесь будут работать сейлы. Сейлы, они не входят в наш контур, о котором мы говорим. С ними все обсуждается отдельно, индивидуально. Соответственно, если у вас такое есть, все равно обращайтесь, ваш контакт будет передан кому следует. Дальше кто-то из менеджеров продаж. Выйдет на вас, разберется в ситуации, то есть насколько там реальна эта ссылка. И в случае успешной сделки, там вполне реально какой-то процент от этой сделки, как агентское вознаграждение получить. Дальше. Привлечение специалистов Аксилот на пресейл. То есть у вас есть клиент, с которым вы работаете по неотраслевому направлению, например, внедряете 1С ERP или еще что-нибудь. И появляется заинтересованность в автоматизации отраслевого блока транспортной логистики. Это тоже все решается индивидуально. И это тоже, ну если не отдел продаж, то проектный отдел точно совершенно. Обращайтесь. Опять же, контакт будет передан в проектный офис. И уже от проектного офиса с вами будут вести переговоры об участии. И ровно то же самое относится к субподряду и к генподряду. В принципе, субподряд и генподряд по текущему состоянию не особо интересен, поэтому здесь все зависит от того, о каком клиенте идет речь. Вот. Это то, что касается ограничений. Ну, собственно, вот основные параметры партнерской программы, о которых мы хотели сказать. Теперь давайте мы перейдем к ответу на ваши вопросы. Вопросы можно писать в раздел «Questions» или в раздел «Чат». Мы попытаемся их найти и там, и там. Так, начну с раздела «Questions». По другим вашим партнерам программа действует. Значит, смотрите, по продукту ВМС, складская логистика, как он называется, 1С ВМС, управление складом, да? Вот. Этот продукт находится в ведении фирмы 1С, то есть права на него переданы фирмой 1С. И он распространяется по франчайзинговой схеме. Есть сайт «Solutions» с 1С.ру, есть информационные письма фирмы 1С, где описаны подробные требования к 1С франчайзе, которые они должны выполнить для того, чтобы этот продукт распространять. Если мне память не изменяет, по 1С ВМС логистика там нужно два специалиста. Два специалиста и НФР, по-моему, вот так. Причем специалисты там либо по платформе, либо по управлению торговлей. НФР, соответственно, нашего вот этого продукта. Со старой логистикой, которая версии 3.0, там еще действуют требования получения сертификата, который дается на курсах обучения. Но он так и называется. Нет, не так он называется. Он называется что-то там по организации складов. В общем, это вы найдете в инфописьмах 1С, там все это подробно расписано. Еще вопросы, пожалуйста. Ай, пардон, забыл. Еще есть партнерская программа по шине данных. Но это немножечко другая партнерская программа. Ей занимается другой администратор. И опять же, если есть интерес, пишите на партнерс, ваш запрос не пропадет. Правильно я сказал? Да. Все. Коллега подсказывает, что правильно я сказал. Еще вопросы, пожалуйста. Нет. Нет. Так, открою еще окошко чат и окошко questions. Коллеги, спрашивайте, не стесняйтесь. Нас еще можно будет поймать на партнерском семинаре. К сожалению, нам не дали отдельный стенд. Фирма 1С не согласовала нам встать со стендом по нашему программному продукту. Но на партнерском семинаре сотрудники будут. Буду я, будет руководство компании Axelot. То есть нас можно будет поймать и запытать, допросить, задать вопросы, которые вас интересуют. В принципе, можем там где-нибудь в углу сесть в кафешке с ноутбуком, посмотреть программу, если кто хочет потыкать пальцем. Да, для партнеров, опять же, без проблем даем доступ к демо-серверу. Но он не веб-демо-сервер, он через RDP. То есть там подключение идет через удаленный рабочий стол. Но лучше все-таки иметь преднастроенную NFR-версию у себя. Это всегда гораздо лучше, потому что облачная установка, она всем хороша, кроме того, что там, возможно, какие-то проблемы с наполнением базы, которые вы не сможете оперативно пофиксить для демонстрации вашему клиенту. Коллеги, спрашивайте, может, что по функциональным возможностям программы есть какой-то вопрос? Мы тоже готовы ответить на это сейчас. Есть список регионов, где у вас уже есть партнеры. Сейчас у нас партнеров есть немного. Есть партнеры на Дальнем Востоке, в Владивостоке, которые в высокой степени готовности есть. Партнеры в Республике Беларусь, которые тоже в высокой степени готовности находятся. Были, скажем так, продажи и в другие регионы. В Адмуртию были продажи через партнеров. Но там пока что именно... Это было до запуска партнерской программы, поэтому там каких-то еще вот таких договорных отношений нет. Очень, кстати, большое интересное удивление со стороны Республики Беларусь. Вот здесь кто-нибудь есть из Республики Беларусь? Скажите. Похоже, нет. Но я все-таки скажу для записи, может, кто будет смотреть. Решение, что называется, не привязано к российскому законодательству. Оно успешно может быть использовано практически на любых просторах русскоговорящего... Ну, чуть не сказал русскоговорящего интернета, где есть русскоговорящие пользователи, скажем так. Вот. Единственное, что у нас в типовую нашу конфигурацию встроены, естественно, формы, такие как товарно-транспортная накладная, которая сделана по нашим стандартам. Ну, это все подключаемо-отключаемо, как и любая внешняя форма. То есть вам нужно сделать форму по вашим национальным стандартам. Делается просто внешняя форма и подключается. Международные цементрики. Международные. Что международные? ТТНК, ЦМР. Ну? Вот подсказывают, что есть и международные формы транспортной, накладной тоже для международных перевозок. По спутниковому мониторингу тоже мы поддерживаем разных вендоров. Ну, кто трекеры производит и систему спутникового мониторинга поддерживает. Поэтому машины можно отслеживать. Ну, на территории всей Европы это точно. Вот насчет Америки не знаю. Но если интерес есть, мы разберемся. На английский язык пока не переводили, но запросы такие были. Как только, так сразу. Это достаточно дорогостоящая работа, ну и такая рутинная. Поэтому сейчас вложиться в нее, проинвестировать из своих средств мы не готовы. Но под потенциальный проект это все обсуждаемо. Так, ну что, время 12.17. Давайте еще 3 минуты подождем. Может кто созреет с вопросом. Как вы сравниваете свой продукт с 1С управлением автотранспортом? Ну, мы не сравниваем свой продукт с 1С управлением автотранспортом. Это вот такой морально-этический кодекс 1С франчайзи, не сравнивать свои продукты. Мы предоставляем эту возможность сравнивать нашим клиентам. Мы рассказываем о том, что есть в нашем продукте. А тот же Рарус рассказывает о том, что есть в их продукте. Заниматься каким-то построением каких-то сравнительных таблиц, ну это, что называется, путь к третьей мировой. То есть здесь каждый будет выставлять то, что он считает нужным, что есть у него, а чего нет у клиента. Ну и с обратной стороны будет ровно такой же вектор движения. Естественно, тут без манипуляций никуда не деться. Получится, что у каждого из разработчиков лучший продукт по мнению самого разработчика. Поэтому в такие войны мы не вступаем. И, в общем-то, спасибо коллегам из Раруса и из других фирм-разработчиков. Они тоже в такие войны не вступают. В них даже не вступают и разработчики, которые не на платформе 1С это делают. Потому что, в общем-то, пусть независимые эксперты занимаются сравнением. Если вы независимый эксперт, то вы можете проводить такое сравнение. Если вы эксперт-зависимый, то ваше сравнение уже по умолчанию не объективно. Ну что, коллеги, спасибо вам большое, что вы пришли на вебинар. Я еще скажу, что еще третье правило Бойцовского клуба – никому не рассказывать о вебинаре. Мы эту ссылочку опубликуем в ближайшее время, опубликуем ее на нашем официальном канале. Вы можете посмотреть ее сами еще раз. Вы можете ее распространить среди своих коллег, знакомых, кто заинтересован. Это всячески приветствуется. Можете нас лайкнуть в соцсетях. Мы тоже будем вам за это благодарны. То есть любая информация, которая распространяется о нашем программном продукте и нашей партнерской программе, она всецело приветствуется. Еще раз, можно будет найти нас на партнерском семинаре, который пройдет в гостинице «Космос» с 3 по 5 марта. Можно отловить, можем там где-нибудь в уголке с вами сесть в кафешке и пообщаться еще по вопросам партнерства. Спасибо большое. Успехов в бизнесе и надеюсь на плодотворное совместное сотрудничество. Всего доброго.